Добрый вечер. На телеканале Хабар новости. В студии работает Вера Негрейс. Урдоперевод обеспечивает Виктория Антонишина. В пригороде Актобе из-за взрыва газового котла пострадали 6 человек, в том числе 11-летний ребенок. Пожар вспыхнул в частном доме, расположенном в Магаджановском лесничестве. В момент трагедии там находились 8 человек. Все они члены одной семьи. По предварительной версии, на кухне взорвалось новое газовое оборудование, которое накануне установили хозяева. В результате взрыва обрушилась часть крыши, ударной волной выбило стекла и двери. Пострадавших с ожогами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. Их состояние оценивается как крайне тяжелое. У них обгорело до 70% поверхности тела. Возможно, больных перевезут в ожоговый центр Астаны. Сегодня приезжали, газ устанавливали. Ну, не устанавливали, делали протерн. Разбирали, что-то собирали. Взрыв произошел в часов 9. И волна была прям сильная волна. Все окна, все двери, все повыбивало. В результате происшествия произошло разрушение веранды, то есть пристройки к частному жилому дому. В результате происшествия пострадало 6 человек, доставленные в больницу скорой медицинской помощи с различными травмами. Среди них один ребенок 11 лет. В Нигерии боевики группировки Бока-Харам совершили очередную серию кровавых вылазок. За последние три дня террористы расправились с десятками людей и практически уничтожили 16 населенных пунктов на северо-востоке страны. По данным некоторых СМИ, жертвами нападений стали не менее сотни мирных жителей. На протяжении пяти лет боевики фактически ведут войну против властей. За это время, спасаясь от экстремистов, из различных населенных пунктов бежали полтора миллиона мирных жителей. Убитые тысячи людей, сотни находятся в плену. Отмечу, за последние месяцы группировка активизировала свои наступательные действия на территорию Камеруна и Чада. В пригороде Парижа произошла перестрелка между подозреваемыми в теракте и полицейскими. Двое погибли, еще 20 ранены, однако прокуратура эти данные не подтверждает. Как сообщает наш корреспондент во Франции Елена Минкевич, сейчас братья Куаши находятся в типографии коммунные Дамартен-Ангаэль в пригороде Парижа. У них в заложниках несколько человек. Местных жителей просят не выходить из своих домов. Известно также, что один из двух братьев проходил спецподготовку в лагере боевиков, связанных с Аль-Каэдой. Сообщается также, что братья вышли на связь с полицией и заявили, что хотят принять смерть мучеников. Напомню, в минувшую среду трое злоумышленников ворвались в редакцию сатирического еженедельника и открыли огонь по находившимся там людям. 12 человек погибли, 11 ранены. По делу о нападении на Шарли Эбдо задержаны 9 человек. Один из проблемных вопросов Америки – это люди без определенного места жительства. Каждый сотый житель США не имеет постоянного жилья. И из года в год таких людей становится все больше, несмотря на то, что Америка считается одной из самых развитых стран мира. Летом они предпочитают парк перед всемирным банком. В холодное время года ищут укромные теплые углы. Бездомных в Вашингтоне можно встретить везде. В прошлом у этих бродяг были яркие события, в отличие от настоящего, где каждый день похож на предыдущий и сводится лишь к одному – поискам еды и ночлега. 54-летний Лэнс Джонсон когда-то был морским военным. Отец старых детей сначала потерял работу, потом развелся ржаной и в конце концов оказался на улице. По вторникам и четвергам мы моемся, едим горячую похлебку и сладости. Все это для нас организовывают разные благотворительные фонды. Иногда к нам присоединяются малоимущие, у которых есть работа. Все дело в том, что их пособий и пенсий хватает только, чтобы оплатить жилье. А на еду денег уже не остается. Одежду, посуду, продукты и лекарства, таким как Лэнс, раздают различные благотворительные организации или просто неравнодушные горожане. Но даже при этом мужчина старается делиться излишками с такими же, как он. Недавно мне дали совсем новое одеяло, даже этикетка есть, но мне оно не нужно. Я отдам его тем, кто больше в нем нуждается. По этой улице постоянно проезжает президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама. Из окна его авто хорошо видны временные пристанища. Власти страны знают про положение бездомных, но найти оптимального решения пока не могут, считается трудница Семирного банка Наима Хасджи. Работники финансовой организации часто приходят в парк, чтобы по собственной инициативе помочь этим людям. Мы находимся на улице Пенсильвании. Отсюда рукой подать до Белого дома. Я считаю, что положение с бездомными портит имидж нашей страны. Это говорит о неэффективных госпрограммах. Больше всего американских бездомных проживает в Вашингтоне. В городе очень дорогое жилье и острая нехватка социальных рабочих мест. По данным Министерства жилищного строительства США, на каждые 100 тысяч вашингтонцев приходится 1130 лиц без постоянного места жительства. Марана Маджолова, Жигер Сарсен, Анар Гарип, Вашингтон. Казахстан избрал правильный курс на пути вхождения в число 30 наиболее развитых стран мира. Своим мнением о том, какие секторы экономики нуждаются в поддержке и на какие программы необходимо обратить пристальное внимание, китайские эксперты поделились с нашими корреспондентами в Поднебесной. У Казахстана есть все шансы, чтобы войти в топ-30 самых развитых стран мира. По словам китайских экспертов, для этого у государства есть все необходимые составляющие. Рост индустриализации, развитие несырьевых секторов экономики, акцент на малый и средний бизнес. И все это стало возможным благодаря своевременно принятому плану стратегического развития. Я когда-то написал большую статью о стратегии Нурсултана Назарбаева «Центрально-Азиатский БАРС-2030». Сегодня мы все свидетели того, что эта стратегия уже реализована. И поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что в будущем будет осуществлена стратегия 2050 и новая экономическая политика Нурлыжол. Потому что Нурсултан Назарбаев – лидер, который умеет инициировать программы, отвечающие требованиям времени и указывать правильный путь развития страны. Одним из основных направлений развития Казахстана эксперты называют формирование общества всеобщего труда. Отмечают тот факт, что сейчас в стране активно решаются вопросы обеспечения казахстанцев работой. Любой страны, где власть и народ хорошо понимают друг друга, понимают, что у страны одна цель. Также и Нурсултан Назарбаев в стратегии 2050 дал конкретные поручения по поводу создания общества всеобщего труда и обеспечения казахстанцев работой. Одним из основных достижений, которое обеспечит Казахстану вхождение в ряд ведущих стран мира, китайские аналитики называют программу по государственной поддержке малого и среднего бизнеса. За 36 лет, в течение которого Китай проводил реформы, доля малого и среднего бизнеса достигла 2-3 части всех предприятий страны. Малый и средний бизнес вносят огромный вклад в трудоустройстве населения и реализации новых идей. Поэтому я считаю очень правильным выбор Казахстаном именно этого направления. Сегодня стране нужно, во-первых, не ограничиваться продажей сырья, а проводить его полную переработку. То есть диверсифицировать экономику. Нужно расширить ассортимент товаров, вывозимых на экспорт. Стратегии развития Китая и Казахстана очень похожи. План долгосрочного развития составлен с учетом требований времени. В Казахстане начата реализация новой экономической политики Нурлыжоу, а в КНР – экономического пояса шелкового пути. В Казахстане стартовал второй этап индустриализации, а у нас программа перепрофилирования предприятий, говорят китайские эксперты. Талгата Мангельдин, Нурбек Бекен, Жан Суй, Пекин. Аким Астаны ознакомился с работой образовательных учреждений столицы. Адельбек Жексебеков посетил новый дворец школьников, детский сад для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата «Асылбой Бек», столичную гимназию номер 6 имени Юрия Гурова, а также профессиональный технический колледж. По итогам выездного совещания городоначальник поручил управлению образованием на постоянном контроле держать вопросы улучшения качества образования и инфраструктуры образовательных учреждений, а также вопросы питания детей во всех школах и детских садах столицы. Аким предложил активно использовать возможности программы государственно-частного партнерства для решения проблемы нехватки мест в детсадах и трехсменного образования в школах. На развитие научно-технической деятельности в Казахстане в этом году выделено 49 миллиардов тенге. На финансирование претендует около 5000 различных инновационных проектов. Об этом рассказал вице-министр образования и науки Такир Балкпаев. Министерство ставит задачу увеличить финансирование опытно-конструкторских разработок для того, чтобы ученые при поддержке бизнеса смогли внедрять результаты научных исследований. В прошлом году профильное ведомство запустило проект по подготовке казахстанскими вузами и научными институтами магистрантов, аспирантов и докторов И.Х.Д. Для обучения выделено 450 бюджетных мест. Дело в том, что в мировой практике финансирование науки делится таким образом. Где-то порядка 40% это фундаментальные прикладные исследования и 60% это опытно-конструкторские разработки. У нас в стране, к сожалению, крен пока другой. То есть порядка 84% у нас это фундаментальные прикладные исследования и буквально 16% опытно-конструкторские разработки. Одним из главных задач это именно то, что наука должна работать сегодня на потребность бизнеса. Неотложная помощь на дороге. На одной из трасс Кустанайской области, которая имеет статус особо опасный, появился медико-спасательный пункт. В тяжелой ситуации, когда есть пострадавшие в авариях на счету каждая минута, в этом убедилась наша съемочная группа. Спасатели на место аварии прибыли в течение 25 минут. Сейчас на месте ДТП производятся работы по оказанию первой помощи и извлечению водителя из автомобиля. Через некоторое время его доставят в ближайшую районную больницу. В условиях плохой видимости водитель легкового авто пошел на обгон. В результате лобовое столкновение с микроавтобусом. Мужчина жив, но его полностью придавило мотором. Без помощи спасателей не обойтись. В течение 10 минут пострадавшего извлекают из машины. У него множественные открытые переломы и большая кровопотеря. По пути в больницу, до которой больше 30 километров, автовладельцу оказывают медицинскую помощь. Для такой раны, то, что его доставили так быстро, конечно, каждая минута, время дорогого стоило для него. Сейчас проводятся реанимационные мероприятия, инфузия, объем шестки восстанавливается, будет сейчас капаться еще плазма. На помощь спасатели подоспели вовремя. На этот вызов группе из города пришлось бы добираться больше часа. Помогло расположение медико-спасательного пункта. Он находится на особо опасном участке трассы республиканского значения Алматы-Екатеринбург. Только за прошлый год здесь произошло более 20 аварий, в которых семеро погибли и 33 человека ранены. Как слышно, прием? Вызов, все, где логи? Пять баллов. Принимайте вызов. Спасатели работают в радиусе 50 километров, охватывают несколько районных дорог. Поступает сигнал с единой диспетчерской службы помощи. Это 112. Поступает, соответственно, мы фиксируем, во сколько вызов поступил. За этот период, когда они едут, оказывают помощь, я сообщаю все необходимые данные. Это служба полиции, скорая помощь и сообщаю местные ДЧС. Появился медико-спасательный пункт в рамках государственной программы «Саламатта-Казахстан». Он стал 40-м в республике и первым в Кустанайской области. Его строительство и оснащение обошлось бюджету в 43 миллиона тенге. В реанимационном автомобиле новейшее медицинское и спасательное оборудование. Мы производим деблокирование из покореженных автомобилей при дорожно-транспортных происшествиях. У нас здесь в наличии есть комбинированные ножницы, есть расширители, есть у нас пневматический домкрат, специальные переходные шланги, есть насосная станция. При помощи этого инструмента мы режем металл, также можем разжать. В штате медико-спасательного пункта 10 человек. В каждой смене врачи по два фельдшера и спасателя. Сегодня они говорят о том, что региону необходимо еще как минимум два подобных пункта. Наталья Острокова, Ирмек Мухамедьяров, Кустанайская область. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok